Флористика Сегодня мы будем с вами делать композицию в тыкве, которая будет нам напоминать о осенних уходящих деньках. Для этого нам понадобится тыква среднего размера, предварительно срезанная крышечка и очищенная внутри от семян. Наша композиция очень простая, но она достаточно эффектная. Для этого мы будем использовать садовые цветы, георгины, кустовую фрезентему, гортензию, физалис, ягодки рябины боярышника или прочие яркие ягоды и несколько ярких роз. Также нам понадобится специальная пена для цветов, которая называется оазис. Она примечательна тем, что впитывает воду и спокойно отдает ее цветам. Ее можно купить в любом цветочном магазине. Чтобы наш оазис поместился в нашу тыкву, нам нужно обрезать его по форме. Наш оазис должен быть выше, чем край тыквы. Теперь нам нужно поместить наш оазис в воду, чтобы он напитался. Пока оазис намокает, мы в нашу тыкву положим обыкновенный целлофановый пакетик. Это предотвратит тыкву от гнижения. Добавляем оазис и заправляем наш пакетик внутрь, чтобы его не было видно. Теперь нам нужно поставить наши листики в губку. Режем на части. Стараемся закрыть зеленью наш пакет. Продолжаем добавлять цветы в нашу композицию. Ставим гортензию. Она создаст наполнение в нашей композиции. Все цветы мы располагаем сбоку оазиса, располагая их друг над другом в порядке возрастания. И добавим несколько веточек с ягодками. Ставьте их достаточно глубоко, чтобы они не выпадали. Добавим в нашу композицию несколько роз. Располагайте их хаотично. Верхушку оазиса мы не заполняем, поскольку здесь будет крышечка. Разбавим нашу композицию желтыми акцентами. Финальный штрих нашей композиции – это крышечка. Надеваем. Наша композиция в тыкве готова. Она согреет ваш дом теплом и уютом и будет стоять как минимум неделю. Только поливайте ее, пожалуйста, чаще.